Родные привет, Эдскрайбер на связи. Как вы любите всегда топовые новости от Эда. Вначале я не выпрашиваю, я просто прошу по-братски подписаться. Я знаю, что ты смотришь этот видос и не подписан на этот канал. Пожалуйста, подпишись. Меня это очень мотивирует создавать новые видосы и будет очень приятно. А для тебя это всего лишь пальцем тыкнуть. Поэтому, друзья, с вас лайк, подписка, комментарий. Если ты уже подписан на этот канал, то счастья тебе в дом. И дешевых смартфонов на топовых флагманских процессорах. Сегодня расскажу о интересных смартфонах компании Xiaomi, Realme и некоторых других. Это Скрайб Ньюс. Погнали! Для затравочки озвучу следующую новость. Очень интересная и немного даже смешная. Компания Vivo придумала смартфон с летающей камерой. Вам не послышалось. По сути, это смартфон со встроенным дроном. Vivo оформила интересный патент. Компания придумала смартфон со съемной камерой. И, по сути, это квадрокоптер. Это светлый. Город рыбаков и судоремонтников. И самая главная достопримечательность города светлый. Это квадрокоптер. Взлетает, вылетает. Есть две камеры. Зачем? Одна для того, чтобы снимать. Другая, скорее всего, это сенсор для того, чтобы не врезаться куда-нибудь. Для этого в микромодуле имеется две пары пропеллеров. Почти как в обычном квадрокоптере. Понятно, инфракрасные датчики и все остальное. И примерно таким образом выглядит этот смартфон. Ну что ж, у нас так говорят. У каждого свои тараканы в голове. У Vivo свои. Это что за фигня? Если вам интересно, накидывайте свои варианты в комментарии. И самый смешной, конечно же, залайкайте. С вашего позволения, я тоже выскажу свой вариант. Например, Vivo со встроенным веслом. Да, плывешь так на лодке, раз весло потерял. Или уплыло. Достаешь Vivo, достаешь весло. И понеслась вперед. Vivo тебя спас. Я даже название для него придумал. Vivo. Vivo, пока не поздно. Патентуйте. Это гарантированный успех. Vivo от Scribe. Теперь перейдем к более серьезным новостям. Представили? Новый Snapdragon 888+. По сути, что поменялось? Это улучшенная версия 888. Построенная по 5 нанометрам. И такие компании, как Asus, Honor, Motorola, Vivo, Xiaomi уже заявили, что они выпустят смартфоны на этом процессоре. Что больше всего тебя интересует? В чем отличие от 888? Отличий, по сути, два. Это герцовка. В первом случае ее просто завысили. Она была 284, а сейчас стала 3 ГГц. Все достаточно просто и легко. По сути, это тот же самый процессор. Второе, более интересное, это повышение производительности блока Qualcomm IE Engine. То есть, это, по сути, блок, который отвечает за искусственный интеллект. Он повысился с 26 ТОПС до 32 ТОПС. Вот, в принципе, и все. Видеоускоритель остался такой же. Все остальные фишки, по сути, повторяются. Так вот, плюс этого процессора в том, что, возможно, он не будет таким дорогим, как был на старте 888. Это первое, потому что это, по сути, его повторение и производство не будет таким дорогим. Второе, что касается охлаждения, здесь вопросы еще остаются. Троттлинг и охлаждение – это большие проблемы 888. Но будет интересно посмотреть на новинки. В частности, одна из них, скорее всего, будет от компании ZTE. И это еще не самое интересное. Лю Тяньхау, директор по потребительскому бизнесу ZTE, официально заявил, что компания работает над первым смартфоном, который будет оснащен 20 гигабайтами оперативной памяти. 20 гигов, друзья. Что вообще, в принципе, происходит? Куда мы катимся? Потому что мой компьютер явно отстает от технологии смартфонов. Нормально, нормально, у меня все под контролем. Пока что неизвестно, будет ли это физически 20 гигабайт оперативной памяти. Вы знаете, что сейчас идут активные разработки. Они уже, по сути, внедрились по увеличению объема оперативной памяти. И делается это на цифровом уровне с помощью флеш-памяти, то есть UFS 2.1, 3.1 и некоторых других видов памяти. Допустим, такая технология есть уже у компании Oppo. Например, Oppo Reno6 Pro. Смартфон поставляется с 12 гигабайтами оперативной памяти. Вы можете ее расширить до 19 гигов. В целом, технология очень крутая, очень интересная. Есть такая возможность и уже хорошо. Другие смартфоны от компании BBK это Realme 3Q Pro. Там 12 гигов оперативки, накатили туда 15 и понеслась. А от компании Xiaomi в этом отношении еще только-только развивается. Все это обещают в MIUI 13. И, скорее всего, это будет самой главной фишкой этой оболочки. Расширение оперативной памяти. Первый смартфон, в котором станет доступна эта функция, Redmi Note 10 Pro 5G. Допустим, если вы купили версию 6 либо 8 гигабайт оперативной памяти, то вы можете плюснуть сюда 2 гигабайта оперативки. Вместо 6 это будет 8, вместо 8 – 10. Технологии еще пока что все под вопросом, но, согласитесь, тенденция неплохая. Все идет вперед и будет интересно посмотреть, как все это работает. Но 20 гигов оперативки, мне кажется, это совсем зашквар. Realme GT Master Edition. Вы подумаете, это обычное повторение Realme GT? Не тут-то было. Это совсем другой смартфон. Первое его отличие – это процессор. Здесь Snapdragon 870 со всеми вытекающими. Хороший, отличный производительный. И самое главное – не тротличий. Так сильно, как 888, а Realme GT на 888. Конечно, все эти баги пофиксит, поошалит и так далее. Это все не проблема. Можно занять частоты и некоторые другие предпринять решения, и тогда все будет окей. Ну, в общем, Master Edition на 870. Основная камера на 108 мегапикселей. Это, кстати, было слабое место компании Realme. А тут они воткнули мощный датчик. Будет ли оптическая стабилизация? Вопрос остается открытым. 13 ширик, 2 макро. Смартфон оснащен экраном 6,5 дюймов, 90 Гц обновления, батарея 4500 мАч, быстрая зарядка на 65 Вт. Самое интересное, конечно же, не сообщили. Это ценник. Но, судя по всему, ценник должен быть доступным. Вспомним, что Realme GT подарил нам самый дешевый 888, причем на глобальном рынке. И, пожалуйста, раскупайте сколько хотите. На телеграм-канале, друзья, я его выставлял. Были промокоды и за 399 долларов его можно было забрать. Это реально было круто. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылочки в первом комментарии и в описании. Так вот, Realme GT Master Edition будет, скорее всего, дешевле. Потому что 870 дешевле. Датчик на 108 Мп немного устаревает от компании Samsung. А остальное здесь все повторяется. Поэтому с нетерпением ждем ценника на этот смартфон. Далее, Xiaomi Mi Mix 4 и Honor Magic 3. Два этих смартфона, возможно, будут похожи. В чем их сходство? У Xiaomi линейка Mix всегда ассоциируется с какой-то инновационной линейкой. Так вот, у Honor тоже есть такая линейка. И называется она Magic. Как раз-таки здесь Magic 3 будет анонсирован. И он тоже будет инновационным. В чем же будут состоять его инновации? Сейчас вам расскажу. Первое, что нам не сильно интересно. Здесь будет Qualcomm Snapdragon 888+. То есть самый новый, как в первом, так и в втором случае. Это будет AMOLED матрица. 120 ГИА с обновлением. Full HD Plus разрешение. 6,67 дюймов и так далее. Но вот первая инновация. Это быстрая беспроводная зарядка на 100 Вт. Либо проводная. Пока что под вопросом. А вот второй момент. Это скрытая камера под экраном. Еще раньше до этого компания ZTE выпустила смартфон с подэкранной камерой. Но она была, друзья, так себе. Снимки получались очень мыльными и некрасивыми. Так вот, компания Xiaomi заявила, что она решила эту проблему. На рендерах вы видите, что есть отверстие в верхней грани смартфона. Это отверстие соединено с камерой с помощью оптоволокна. А камера эта целиком размещается за экраном. Нужно отметить, что в подэкранных камерах первого поколения были проблемы. Я уже об этом вам говорил. А при этой схеме света для снимков должно быть достаточно. Вы видите схему на своем экране. Что мы ждем? Мы ждем того, что эта схема позволит нам избавиться от камер, которые мешают нам на экране. И тенденция на данный момент пока что не решается. Возможно, Mi Mix исправит эту проблему. С нетерпением жду этого смартфона. А ты ждешь или нет? Да! Другой рендер показал заднюю крышку смартфона Mi Mix 4. И обратите внимание, это очень сильно похоже на Mi 11 Ultra. Два экрана, один спереди, другой сзади. Это основное концептуальное решение Mi Mix 4. Основной модуль достаточно большой. И пока неизвестно, от какой компании он будет. Раньше говорилось о том, что MIUI 13 будет на этом смартфоне. Но, скорее всего, для начала будет 12.5. Почему? Потому что MIUI 13 не успеют допилить до этого времени. Далее небольшая новость от компании Xiaomi. Первая раскладушка и дешевая. Почему? Потому что Samsung Galaxy Z Flip 3, 2 и так далее очень дорогие. Начинаются примерно от 2000 долларов. А на старте продаж потом немного дешевеет. Так вот, компания Xiaomi пытается решить эту проблему. Первое, за счет чего это можно сделать. Избавились от второго экрана. То есть, здесь будет только один изгибающийся. Три модуля камеры, которые установлены сзади, оформлены в круг. Ну что ж, поживем и увидим. Рендеры интересные. Небольшая новость, друзья, от компании Sharp. Совсем недавно я рассказывал об этом смартфоне. Sharp AQUOS R6. Видео зашло очень хорошо. Почему? Потому что экран там 240 Гц. И это не шутки, это настоящий экран. 240 Гц. Топовая камера, дюймовая матрица. Одни из самых лучших снимков. И мы думали, какой же ценник будет у этого смартфона. Так вот, появилась новость. Смартфон появился в китайских магазинах. И цена 1500 долларов. Ну, такое себе. На данный момент это все новости. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Спасибо вам, что вы его поддерживаете. С вами был я, Эдскрайбер. Респект, уважуха. До новых видосов. Всем пока-пока.